Также есть прикольная идея, у меня есть наклейки с Дома 2. Буду еще ложить стикеры с Дома 2, наклейки, потому что у меня подписота вся с Дома 2. Я буду ложить еще туда стикеры, ну выборочно, выборочно. Поэтому все запустится через недельку-полторы, я думаю. И как вы считаете, 2,5 тысячи это дорого для таких кроссовок? Я считаю, что нет. Тем более если большой выбор, я думаю, я считаю, что не особо такая цена. 2,5 тысячи это 3 дня покушать, а ты можешь купить кроссовки себе и гонять все лето в них. Покажи кроссовки. Я уже все запаковал. Я все запаковал, хотя я завтра их буду одевать, конечно, но ладно. Все анонсирую, все сделаю для девочек, основной будет акцент для девочек, понятное дело. Но и для парней тоже будет кайф кроссовок, которые я буду показывать то, что я буду носить лично. Поэтому завтра сторисы наснимаю. Завтра сяду там в машинку в инфинити, там оп, поснимаю. Завтра обои эти кроссы. Завтра обои эти кроссы. Я буду завтра сторис сниму. Типа я не буду рекламить то, что я сам не ношу. Типа хероту. Я покажу, как на е смотрится все такое. У меня есть тяга просто кроссовками, я обожаю. Ну, чтобы классно выглядело. Можешь коробку фоточку свою с автографом. Блин, у меня были фоточки. Были фоточки. По-моему. Но я не помню, где они мне лежали. Где-то лежали. Где-то лежали, но не помню. Кстати, еще есть футболки. Она у меня сейчас одна. Колхозник и шо называется. Есть еще, я думаю, пять футболок пришлют. Я буду ложить выборочное. То есть, этот самый. Поэтому доставка будет около пяти дней в любой регион. Я думаю, доставку мы что-то сориентируемся. Я подпишу там контракт с почтой, с СДКом. И как бы все будет очень хорошо. Вы не будете особо переплачивать. Так что, вот так вот. Я думаю, будет круто. В любом случае, вы можете, в магазине буду лично. Будущий бизнесмен. Ну да, в этом плане, да. Именно в этой тематике, да. Вы можете просто писать на страницу, где это все будет продаваться. Я буду вам лично сам отвечать. Потому что, пока не буду брать никого на работу. Хочу сам этим всем заняться. Хоть и времени особо нет. Но я сам буду вам писать. Вы будете мне писать, я буду вам отвечать. Вы будете говорить, я хочу вот там фотку такую. А я моб, фотку на Polaroid бахнул, отправил с кайфом. Или я там хочу, не знаю, чехол на телефон. Пришли мне, там, не знаю, ну, грубо говоря, с подписью или что-то такое. Короче, что-то вы думаете. Я говорю, вообще, без проблем. Давай. Оп. Запаковали. И Отправили. Так что, все. Думаю, будет классно. Главное, оформить странички красиво. Это очень много работы. Это очень много средств. Дизайнер стоит около 30 тысяч. Это только в Инстаграм. Чтобы вы понимали. Помимо этого, еще есть группа ВКонтакте. И есть еще... Что еще? А, Авито еще есть. Еще Авито есть. Еще Юла есть. Короче, это около сотки. Просто, ну, первоначальный взнос. Это помимо товара. Поэтому не думайте, что я чисто так для заработка. Там будет накрутка минимальная. Того рода. Клянусь. Будет очень... Ну, я типа просто в кайф, чтобы люди ходили. И это самое. Ну, приносить радость, что ли. Типа без надуривания. Поэтому. Кто будет заказывать первые кроссовки? Первые. Это так. Это те, кто сидит в трансляции. Это избранные. Кто первый закажет там пять первых пар. Типа я положу классные шмотки. Свои. С дома. Положу стикеры. Кому-то из пяти коробок положу футболку. Свою. Свою, которая именно моя. Она была одна такая. Положу классные вещи. Какие-нибудь футболки буду ложить. Поэтому. Вот такие вот мартики тенги выходы. Еще бы я не был таким тупорылым и выговаривал бы все буквы. Ну, ладно. Где ты сейчас? Я в Крыму сейчас нахожусь. В поселке Нижнегорска. Спасибо всем за поддержку. Спасибо. Но это чисто для души. Типа я не ставлю на это большой акцент какой-то. Что прям там. Типа, ну, в плане финансового заработка. Типа, чтобы там заработать миллионы. Типа, хочется в Крыму, хочется стать первым. Таким вот товарищем, который продает кроссы и знает в них толк и продает по хорошей цене. И помимо этого приколясы всякие ложат. Не просто отдал-продал, купил-отдал. Вот эта вся история, как на базаре. А чтобы вот отзывы были кайфовые. Типа, заказала мне там, оп. Я не знаю, там свитер пришел. Опа. Типа, непонятки. И все. Как зарабатываешь? У меня достаточно много. Как он скажет? Очень много. У меня не один. Блин, как забыл слово. Представляете? Короче, я не одним делом занимаюсь. И не с одного дела я зарабатываю деньги. Вот так скажу. Типа, очень там... Ой, ёптую мать. Запутался в словах. Ты говорила в школе учительница? Николайчук. Буш тупорылым. С девушкой все еще вместе. Мы расстались. Четыре месяца назад вышел. В идее пропадали. Источники дохода. Совершенно верно. Спасибо за поддержку. Не забыли. Достаточно... У меня несколько источников дохода. Поэтому, если вы думаете, что... Типа, я в бухе в бабки в рекламу. И буду продавать кроссовки. То это очень глупо. Это так. Сердечко-то лежит. Сердечко лежит. Будем пытаться. Будем смотреть. Получится, не получится. Получится, не получится. Не получится, не получится. Бог с ним. Но придется это, конечно, вот... Время убить. Но ничего. Артурка справится. Я слишком долго сюда не заходил. Ё-моё. Ну, ё-моё. Четыре месяца, да? Получается, мы не заходили. Очень интересно получается. Поэтому так вот, дорогие. Кстати. Так, где-то. Мирикова. Если ты кроссовки не купишь, разговора не получится. На проекты не приду точно. Всё получится, не получится, другим займёшься. Совершенно верно. Совершенно верно. Не получится, займусь другим. Дело... Это... Я буду ложить рандомно в первые пять покупателей, которые будут. Я думаю, это быстро всё случится. Я в одну из коробок положу футболку. Я не буду, типа, кому-то делать привилегии особо. Типа, кому повезёт. Я сейчас, го. Что прямо сейчас, го. Куда на проект? Шмотки, конечно, это не прям большой доход. Будет своё бы что-то... Что-то открыть. У меня есть своё. У меня есть свой... У меня есть заработок. Типа, это просто... Попробовать. Вот именно этим заняться. На Дом-2 планируешь? Я подбала. На Дом-2 планируешь? На Дом-2 пока, честно говоря, не планирую. Не планирую в ближайшее время так точно. Розовый или красный? 36 размер. Окей. Всё, как торгаши уже сидим. Нормально. Артур торгаш. 36 размер. Сделаем. Сделаем. Миликова. Следующий. А, ты у этого. Ты уже будешь не там, где надо. Поэтому тебе там... Дай бог по бартеру дадут. Наверное, не дадут. Всё равно. Я подала. А, ты подала заявку. И шо, как успехи. Если ты не пишешь, значит... Так шо, всё, шо я хотел рассказать. Дядя прорекламировал, как говорится, обувь. Чепуха. Вы не думайте, что я аферист. Что создал трансляцию, лишь бы что-то поболтать, рассказать про этот самый, про открытие. Нет. Не так. Подала, 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 подала. Я считаю, знаете, что я вам хочу сказать по поводу проекта сейчас, в данный момент? Я пока не собираюсь, потому что парни там есть. А по поводу девочек, я лично считаю, что там девочек, искренних, настоящих, которые реально хотят построить свою любовь, а не проприарить свои соцсети, и не пожить на халяву, грубо говоря. Там сейчас очень мало. Очень мало. Очень хочется больше видеть искренних девочек, хотя я проект не смотрю. У меня нет на это просто времени, скажем так. Но я считаю, что девочки сейчас там в приоритете, и там девочки должны быть искренние. Должны хотя бы пару девочек быть за любовь, а не просто пососаться по синьке. Что думаешь по поводу Леона Рапунцеля, парня? Честно, в любом случае, наверное, настанет тот момент, когда мы с Илюхой встретимся. Его зовут Илья. Я посмотрел эти вырезки. Я не смотрел эфир, я посмотрел вырезки. Клянусь, меня порвало, вот я снимал сториз, когда он сказал, я хочу замуж выйти. Меня рвало час, наверное. Мне почему-то, у меня очень хорошее чувство юмора, вроде бы как, но меня так рвало, вот то, что парню там сколько, 25 лет им уже есть. Ну, типа, вот в таких вещах быть настолько глупым, это, извините, пожалуйста, беда. Беда. Кошмар. Типа, нужно учиться, ну, я некоторых моментов не понимаю, не хочу об этом говорить. Ну, если мы с Илюхой встретимся, в любом случае, как бы, вертушку мы все видели, поэтому... Здравствуйте. Очень, не знаю, как бы так сказать свое мнение, чтобы не обидеть. Очень глуп, наверное, очень глуп. Очень глуп для своего возраста, не знаю, но это беда, я считаю. Типа, я закончил 9 классов, а там, походу, 6. Как бы, не знаю. Ну, типа... Не знаю. А там 2, вернешься. Вы с опозданием заходите и каждые 5 минут спрашиваете. В ближайшее время нет, ребят, не вернусь. Пока занимаюсь саморазвитием, скажем так. Пока занимаюсь саморазвитием. И если идти на проект, то идти к человеку, который тебе искренне нравится. А пока я в этом все не разобрался. По поводу отношений, по поводу к симпатии кому-либо. Для меня пока это очень тяжело. У меня нет реально времени. Не то слово прям очень. Да вообще он меня напрягает, как его только... Так держит позор, думаю, на какое у тебя образование? У меня среднепрофессиональное образование. Я вам хочу сказать, что образование в нашей России, и оно не столь важно. Где Ленкин? Где Ленкины глаза? Привет из Липецка, привет. Где Ленкины глаза? Не знаю. Может он стриптиз танцует, но ее это самое, как оно называется, гипнотизирует. И она оп, такая. Илюха. Какой ты классная мне. Не знаю, но это единственный человек, про которого я могу сказать, ну что вот мне реально не в кайф смотреть. Даже вырезки. Очень смешно. Забавы ради. Класс. По поводу чего-то серьезного, я думаю, ну, рано. Рано, хоть я и младше его, но я смотрю так со стороны. Не. Не-не-не. Ну да, так и полы можно пойти мыть с вышкой. Соласин. Мне диплом ни разу не приходился. Я диплом все забрал. В 2017 году. Я его с того момента ни разу не видел. Как тебе пара, Женя и Крис? Люблю Женьку, люблю Кристину. Обожаю. Это мои друзья. Все у них будет хорошо. Извини, пропустил. Ты расстался. Ребят, я расстался 4 месяца назад. 4 месяца назад я улетел с Москвы. Все. Ля Шанс финаль. Забыли. Закончилось. А как получилось, что пошел на Дон-2? Случайно пошел. Случайно. Подал заявку с другом по приколу, скажем так, еще в армии. Написал, что хочу Ксюхе Бородиной прийти на проект. Мне звонят. Типа говорят, ну, какой Ксюхе? Ты серьезный? Я говорю, да нет. Пошутил. Она говорит, пришли визитку. Я с первого дубля записал. Отправил. И мне сказали, кайф. Прилетай в Москву. Как сейчас отдых в Крыму? Хорошее место для отдыха. Где мои кроссовки? Вы ничего не покупали, женщина? Какие кроссовки? Что за претензии? Как сейчас отдых? Отдых в Крыму? Не знаю. Я никуда не езжу. Я в прошлом летом был на море один раз. Ну, я с армии пришел в июне, поэтому, ну, типа. Я пришел с армии, я потом занимался своими делами, работой, и шел на проект. Я, как бы, не видел Крым особо в последнее время. С Балтер общаешься? Не, не общаемся в последнее время. Да и в какое последнее время? В последнее время это место, наверное, вот, как с проекта. Как тебе пара Морген и Мадан? Это мои друзья, самые лучшие с проекта, мои товарищи. Морген, Мадан. Мадан, Безус, Крис, Женя, это мои близкие. Юлька Жукова. Игорь, говорю, очень много моих хороших ребят. Обои классные, у меня родители такое тоже такие. Такие вот. Это я, вообще-то. Как бы, скажи родителям, что тут не так. Это я. Сижу вон, рыло. Гля, сидит лысый, что-то с мой, высматривает. Еще сидит на холодном, дурень. Ну, дебил. Абаклана, кроссовки, кроссовки. Как дела с Яной? Вы что, гоните? Что вы устроили? Мы расстались, остановитесь. Давно уже. Уже забыто. Забыто старое. Какие, какие Яны? Какие отношения? Вы что-то напутали, дорогие друзья. Как дела с Яной? Так, а чем сейчас занимаешься? Работаем, работаем, занимаемся. Обои, это не фотографии. Я пытался вам пошутить, а вы все портите. Нет, не постеры так-то этого. Когда будут свежие видосики? Не будет свежих видосиков, потому что я в тюрьме, в тюрьмом бане. И не хочется ничего снимать особо. Что у вас там в итоге с чатом ТГ, где я без высоты? Ничего. Как бы, чат был, чат нет. Ибо такое себе. Да ладно, ты классная. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, а ровно я. Поэтому видосиков пока нет. Клянусь, работаю целыми днями. Выезжаю с дома в 10, в 9. Приезжаю в 10, в 9 вечера. Как бы. Особо на контент времени нет. Есть настроение, снимаем истории. Нет настроения, не снимаем истории. Как вы видите, настроения особо у меня никогда нету. А ты, получается, с Крыма? Получается, что так. Получается, с Крыма. Как и Глеб Жемчугов. Видите, ему еле один такой. А хотя там много с Крыма было. Ну, человек 5, наверное, было с Крыма максимум. 5-6. Ну, до 10 точно. Машка Лисия у Стополя была, но это со мной была, она не в приходе, а после меня пришла. Глеб Жемчугов, больше никого не знаю. Проект она смотрит только из-за тебя. Спасибо большое. Ну, для меня пока там места нет, я считаю. Я там буду не в своей тарелке. В кого-то такой веселый пошел в папу или в маму. Веселый? Не знаю, кстати. Я бы не сказал, что у меня прям, ну, веселые прям родители. Прям вообще приколдесники. Ну, папа чудит иногда. Папа с моих шуток смеется, папа тоже шутит, мне нравится. Поэтому, наверное, скорее всего в папу. Ну, в плане юмора, наверное, в папу. С Паршиной общаешься. Очень давно не общался. Девушка, твои мечты какая должна быть? Давайте не будем, пожалуйста. Она есть, она и существует. Но пока у нас ничего не складывается. Скажем, ну, так скажу так. А где в Крыму? Ну, в Крыму именно живешь, если не тайна. Живу в Нижнегорске, это не тайна. Это, ну, это просто не хочется говорить. Живу в Нижнегорске, поселок Нижнегорске. Вбейте в карте. Я не знаю, на карте он должен быть, по идее. Если нету, то, сами понимаете, что где-то. Живу в Нижнегорске. Поэтому, вот так вот, как бы. Что-то скучновато, я вам хочу сказать. Скучно, скучновато. Массажисты есть в Крыму? Как относишься к ульяне? Отношусь, нормально отношусь, но у него свои приколдессы в голове. Это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, ну, когда она разделась на агитацию, мы все встали и ушли. Как бы, этот момент мы не поняли. Ну, типа, как человеку, ну, я считаю, что она хорошая девочка, типа, ну, проект ее начал немножечко губить, скорее всего. Она началась, чтобы накручивать. Там же нечем заниматься и сработать не очень. Если ты работаешь на себя, у тебя есть чем заняться в Крыму. Если ты работаешь на кого-то и приезжий, и ты снимаешь квартиру, то долго ты не проживешь здесь. Антон, два, собираешься идти в ближайшее время? Нет. Почему проект сейчас не твое, там твои друзья здесь поддержат? Мои друзья, да. Но вы не забывайте, проект не про дружбу. Это мне Кадонис сказал один раз. Проект не про дружбу, проект про отношения. Сейчас, если вы, ну, если вот так вот выбирать, да, типа, просто посмотреть, я смотрел просто эти видео-визитки участниц. Просто, ну, типа, не подумайте, что мне кто-то нравится. Просто мне симпатичен, как вот внешне. Там есть только одна девочка, но потому что она просто милая. Просто милая, она не развязная, у нее нет фоток там, где она показывает жопу и вся эта история. Типа, типа, вот так вот. Типа, есть там вот одна там милая девочка, но она вот на проекте, мне кажется, тоже вот за любовью пришла, но пока не получается. Это вот мой этот самый. То есть такая же, как я. Скажем так. Кадетка? Блин, я не помню, я не обращаюсь. Я просто, мне не понравился, не сказал. Просто вот я посмотрел, и если выбирать из кого-то, то нет, не Кристина. Кристина Бухенбалда это вообще, типа, ну, куда? Загадать его, Бу, говорится. По-моему, Маша зовут. Не помню точно, клянусь. Маша или как-то подвели Кристина. Не помню. Нет, не рыжая. Рыжая мне не нравится, мне кажется, что-то там нечистое. Какая-то она... Ну, я выкупаю людей. Я вам хочу сказать, что что-то там такое. 50-50. Не про искренность, однозначно. Да и рыжая тоже не про искренность. Ты классный, тебе было интересно смотреть. Ну, когда-нибудь вы меня увидите. Сейчас пока время не пришло. В ближайшее время может быть. Да-да, нет-нет, но пока ничего анонсировать не могу. Сам пока не знаю. Пока сам, наверное, внутренний не готов. Маша самая проектная, блин, извините. Я не знаю, я говорю по-внешнему, по-внешне. Маша точно. Я не помню, как ее зовут. Я, может, путаю. Я же не сказал, я же не сказал. Я не помню, как ее зовут. Я не смотрю эфиры, я не запоминаю просто. Я вот увидел то, что я увидел, все. Скриндом-2 скучно без тебя. Ребята, это не от меня зависит, что я захотел, пришел, захотел, ушел. Там уже кастинги идут уже очень сильно. Сейчас молодежь прет. Когда я приходил, еще молодежи не столько было. Сейчас молодежь прет. Сейчас есть хорошие ребята. Поэтому, я думаю, вы найдете для себя кого-то интереснее. Ну, только от меня не отписывайтесь, пожалуйста. Моего типажа вряд ли, конечно, будет. Но я имею в виду в плане характера, в плане говора и всей этой истории. Но будет. Надя Ермакова. Нет, Надя мне не нравится Ермакова. И было бы странно, если бы она мне нравилась. Когда Олеся Москалева начала ухаживать, ей было 26, я сказал, Олесь, ты для меня взрослая. А вы представляете, что если, ну, типа к Ермаковой прийти? Побежала смотреть Дом-2. Давай, счастья, здоровья, любви и своего самого наилучшего. Поэтому, ладно, дорогие мои друзья, не подписчики, а друзья, товарищи, близкие люди. Никого нет интересного, кроме старых участников. Ребят, только настанет момент, как только вы меня увидите там. Я тоже сильно соскучился, честно. Очень сильно соскучился за ребятами, за самим местом, за самой атмосферой. Но пока не тот момент, скорее всего, пока он не настал. Скажем так, возможно, так произойдет, что у меня там вообще никогда в жизни больше не будет. Но 26-то взрослая. Ермакова не 26. Поэтому спасибо всем за просмотр. Спасибо, что смотрели. Когда-нибудь досвидимся. Всех обнял, поцеловал. Всем удачи.